В 25 километрах от Архангельска расположен Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства Малые Карелы, являющийся на сегодняшний день одним из крупнейших музеев под открытым небом в России. Причиной создания музея послужило исследование, проведенное в 60-70-х годах XX века. По его результатам обнаружилось огромное число памятников деревянного зодчества, разбросанных по разным местностям в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, и при этом находящихся в удручающем состоянии. Сохранять их в вымирающих деревнях не представлялось возможным. Архитекторами инициаторами создания вблизи Архангельской музея под открытым небом стали Вадим Михайлович Киберев, в то время главный архитектор города, и Валентин Алексеевич Лапин, директор Архангельской научно-реставрационной мастерской. Их инициатива была поддержана на местном уровне, а также в Министерстве культуры РСФСР. Несмотря на то, что было немало противников переноса памятников, но в то же время не было и предложений альтернативных по сохранению памятников на их исторических местах. Датой рождения музея считается 17 июля 1964 года. Именно в этот день Архангельским областполкомам было принято решение под номером 504 о создании архитектурно-этнографического музея-заповедника на открытом воздухе под Архангельском. Для размещения будущего музея был предложен район зеленой зоны между деревнями Большие и Малые Карелы. Излюбленное место отдыха горожан. Здесь прекрасный обзор, река, овраги, крутые склоны. Одним словом, место было выбрано очень удачно. Но оно не только красивое. Как позднее показала практика, в полной мере это место отвечало формированию архитектурно-этнографической экспозиции музея Малые Карелы. Первые постройки на эти живописные холмы были перевезены в 1968 году. А 1 июня 1973 года музей распахнул свои ворота перед первыми посетителями. Разработка генерального плана была поручена Борису Васильевичу Гнедовскому. Гнедовский хорошо знал Архангельскую область и русский север вообще. Он проводил обмеры памятников деревянного зодчества и занимался исследованием Архангельского севера. В генеральный план Гнедовского, который лег в основу формирования музея Малые Карелы, был заложен принцип деления территории на сектора по географическому и этнографическому показателям. В музее Малые Карелы на сегодняшний день созданы 4 сектора. Каргопольско-Онежский сектор, представляющий юго-западные районы Архангельской области – Каргопольский и Онежский. Мизенский сектор, отражающий культуру самых северных районов Архангельской области – Мизенского или Шуконского. Двинской сектор, объединяющий постройки, перевезенные из бассейна реки Северная Двина. И Пинежский сектор. Общая площадь музея Малые Карелы составляет 140 гектаров. И на этой огромной территории собраны свыше 100 памятников деревянной архитектуры конца XVI – начала XX веков. Безусловно, гордостью музея Малые Карелы является колокольня, перевезенная из Красноборского района Архангельской области. На своем историческом месте она была возведена еще в конце XVI века. Если внимательно посчитать, то можно заметить, что эта колокольня является ровесницей города Архангельска, основанного в 1584 году. Именно с этой колокольни в 1968 году и началось формирование основной экспозиции музея Малые Карелы. А 1 июня 1975 года, впервые после долгого молчания по всему Советскому Союзу, с нее зазвучали колокола. Колокольные звоны в экспозиции музея Малые Карелы занимают особое место и по сей день. У нас есть добрая традиция встречать колокольным звоном гостей музея – молодоженов. Колокольные звоны сопровождают все праздничные мероприятия. Музей Малые Карелы известен тем, что здесь возрожден весь годовой цикл старинных крестьянских праздников. Но и с давних пор главным назначением колокольного звона является зазывание народа на богослужение в храм. Поэтому колокольни в старину в деревнях не встречались отдельно стоящими сооружениями. Колокольни всегда строились при храме. В центре Каргопольско-Онежского сектора возвышается храмовый ансамбль, состоящий из действующей колокольни 1854 года и действующей Вознесенской церкви, построенной в 1669 году. Особенностью церкви является то, что она двухэтажная. На втором этаже церкви в старину был расположен летний храм. Престолы этого храма освящены в честь покровительницы женского рукоделия Пороскевой Пятницы и пророка Ильи. На первом этаже в старину был расположен зимний храм. Его престол освящен в честь праздника Вознесения Христова. В 2006 году интерьер зимнего храма был восстановлен и заново переосвящен. В летнее время, начиная с праздника Вознесения Христова и заканчивая праздником Покров Пресвятой Богородицы, в этом помещении проводятся богослужения. На своем историческом месте в селе Кушерико-Онежского района Вознесенская церковь строилась в особую эпоху, во время проведения реформ Патриарха Никона. Он известен тем, что изменил многие православные обряды, а также предъявлял особые требования к архитектуре храмов. Патриарх Никон говорил о том, что по правилам святых апостолов и святых отец церковь должна быть пятиглавой, а не шатром. Пять глав этой церкви символизируют центральная большая Иисуса Христа, а главки поменьше его евангелистов – Иоанна, Луку, Матфея и Марка. Но обратите внимание на интересный факт. Под главками имеется дополнительная особая форма кровля, которая в архитектуре получила название куб. Кубом такой вид кровли назвали не случайно. По своей форме он напоминал простой бытовой предмет – сосуд для кипячения белья, которым с давних пор в деревнях пользовались женщины, тоже называли кубом. Такие церкви называют кубоватыми, а наша церковь, построенная в честь престольного праздника Христового Вознесения, является одним из лучших образцов кубоватого храма и одним из самых древних, на сегодняшний день сохранившихся на территории Русского Севера. И все же в старину, возводя храм, северные зодчи отдавали предпочтение кровле иной формы. Большинство храмовых построек, как колоколин, так и церквей покрывали шатры. Такую форму кровли имеет и Георгиевская церковь, являющаяся композиционным центром Двинского сектора Музея Малые Карелы. В старину шатровые храмы называли «древяный верх», что говорит о главной их особенности – большой высоте, которая с давних пор считалась одним из главных критериев красоты в деревянном зодчестве. Георгиевская церковь – самый высокий памятник Музея Малые Карелы. Ее высота составляет 36 метров. Строительство подобных храмов было запрещено во времена церковной реформы XVII века. Но Георгиевская церковь, находящаяся вдали от надзора церковных властей, выстроена на иждивении самих крестьян в 1672 году по старинным канонам красоты. В послереформенное время такие церкви стали считать старообрядческими и переосвещали их в новой вере. На своем историческом месте в деревне вершины Верхнетоемского района храм функционировал до 30-х годов XX века. К церкви и огибающей ее широкой дороге передними фасадами обращены жилые дома Двенского сектора. Северные дома отличаются своими огромными размерами от домов в средней и южной полосе России. На севере принято объединять жилую часть и хозяйственный двор под одной общей крышей. В наших краях сложилась поговорка «Дом строится для зимы, а не для лета». Все архитектурные особенности северного дома можно объяснить суровым климатом севера. Обратите внимание на то, как высоко расположены окна зимней жилой комнаты над уровнем земли. Благодаря такому их расположению создается своеобразная воздушная подушка между промерзающей на большую глубину почвой и помещением, где в мороз находились люди. Обратите внимание на размеры дверных проемов. Все призвано к тому, чтобы больше тепла внутри дома сохранять в сильный мороз. Сразу же к жилой части дома пристроен хозяйственный двор. На севере особое внимание уделялось содержанию животных. Хозяйственный двор состоит из двух этажей. На первом этаже устроены хлева для скота, а на втором этаже сделан сеновал. Но с давних пор в наших краях сложилась традиция строиться не отдельным домом-двором, а целой крестьянской усадьбой. Именно крестьянские усадьбы по большей части формируют облик секторов Музея Малые Карелы. В музее представлен полный комплекс традиционных для севера хозяйственных построек. Амбары для хранения зерна, ледники для хранения скоропортящихся продуктов, а также бани. В некоторых случаях хозяйственные постройки располагались на большом удалении от дома, образовывали целые городки и группировались по их функциональному назначению. Характерной особенностью деревень самых северных районов Архангельской области, Лишуконского и Мизенского, являются подпорные стенки или обрубы. Появление таких сооружений в мизенских поселениях обусловлено историческим их расположением на высоких берегах рек. При таянии снега или обильном половодье происходит размывание почвы, что приводит к сползанию грунта. Поэтому во многих деревнях возникала необходимость дополнительного укрепления берегов. Ниже подпорной стенки по склонам расположены были различные хозяйственные постройки. Амбары, ледники, бани, стоящие по обеим сторонам лестницы, спускавшиеся до самой воды. Все это придает неповторимый облик Мизенскому сектору, одному из самых живописных в музее Малые Карелы. Украшением Мизенского сектора, безусловно, является дом с росписями. Это дом Василия Яковлевича Клокотова из деревни Заозерья Лишуконского района. Его строительство было завершено 16 мая 1879 года, о чем свидетельствует надпись на кронштейне. В 1995 году дом получил статус памятника истории и культуры федерального значения, а в 2004 году был перевезен в музей Малые Карелы. Оригинальные росписи дома были восстановлены в 2011 году. Среди хозяйственных построек музея Малые Карелы особого внимания заслуживают мельницы. В Малых Карелах собрана самая большая на сегодняшний день в России коллекция северных мельниц, среди которых 8 витряных и 1 водяная. На сегодняшний день формирование архитектурно-ландшафтной экспозиции музея не завершено. В перспективе создание еще двух секторов – Вашского и Поморского. Архитектурный фонд Музея Малой Карелы уникален не только многообразием видов и типов построек, представленных в архитектурно-ландшафтной экспозиции. В структуру фонда входят также памятники русской архитектуры, сохраняемых на их исторических местах. Один из них – Никольская церковь, 1584 года, расположенная в старинном селе Лявля, Приморского района. Второй – храмовый ансамбль, состоящий из Зимней Никольской церкви, колокольни, и единственной сохранившейся на сегодняшний день в России Пятишатровой Зимней Троицкой церкви. Расположен храмовый ансамбль в старинном поморском селе Ненокса. В 2005 году Никольская церковь в селе Лявля и храмовый ансамбль села Ненокса были переданы в архитектурный фонд Музея Малой Карелы. В 2007 году в историкозаповедной зоне Старый Архангельск, созданной в центре города, на проспекте Чумбарова-Лучинского, Музеем Малой Карелы восстановлена старинная усадьба Марии Тимофеевны Куницыной. В 2013 году Музею Малой Карелы передан памятник городской архитектуры второй половины XIX века – Дом коммерческого собрания. Сегодня, спустя десятилетия после основания Музея Малой Карелы, необходимо признать, что сохранение памятников деревянного зодчества путем их перевозки в музеи под открытым небом или путем передачи в архитектурный фонд музея было правильным решением. Это позволило сохранить большинство из них не только от неминуемой гибели, но и дать, благодаря реставрации, вторую жизнь. Продолжение следует...